Императору, что он без поизвинения императора, он установил этот флаг, на что ему был дан им ответ. Там, где российский флаг поднят, опущен он быть уже, не может. Вот, и поэтому, правда, не было белого зала, но тем не менее, а потом город, они разоряются до Рыгина. Лён-то, промышленный переворот был в Англии, поэтому... А у нас ручное было производство. Поэтому наши, в общем-то, очень многие разорились. А Флоренский Павел Александрович, он священник и учёный. Это тоже Костромская земля. Так что идёшь по улице нашего города и, конечно, удивляешься, столько великих оставили. И самое главное, что в нашем городе было снято более ста фильмов. Я про Симгорчу только знаю. Болеста. И вот у нас актёр Куговкин, Михаил Иванович. А я помню, там этот фильм был. Ну, свадьба в Малиновке, например, он играет. Да он и во многих фильмах снимался. Иван Васильевич меняет профессию, например. Нет, я знаю, что он. Режиссер, это помните, он как... А я помню, ну, помню, что помню и Пакинского... Он Чукронской. Это наша Костромская земля. А, да? Да, конечно. Ну, у него фильмография около 400 фильмов, наверное. У Пуговкина. Он в Великой Отечественной войне. Вообще-то участвовал. Так что... А у него в этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Ага. Поэтому народ проголосовал. И проголосовал как раз за табличку именно с именем Михаил Ивановича Куговкина. Вот. И театр имени Островского. Это особняк Дурыгиных. Вообще-то. Интересно, как они строили это? Нанимали людей, рабочих? Ну, конечно, они сами строили. Естественно, нанимали. Вот поскольку 200-летие у нас Островского, поэтому театр подновлен. Вот смотрите, какая красота. Правда, же отремонтировал. И много мероприятий всяких прошло, и в Силыково тоже. И в этом году сюда приезжает. Здесь фестиваль как раз Островского. Очень многие театры будут демонстрировать. Свои пьесы здесь, свои произведения. Вот я на театр Рязанский, по-моему, иду на 19 сентября. Или это уже есть? Да. Это сорокисах скульптуры, да, пишет Александру Николаевичу Островскому. Этому театр готовится вот к этим фестивальным тоже событиям, посвященным выдающемуся драматургу.